В этом году Международный форум «Студенческая научная зима-2014» проводится уже в девятый раз. За это время мероприятие приобрело высокий статус среди студентов и преподавателей ряда стран. К слову, сегодня на счету кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита БРГТУ шесть договоров с вузами разных городов, среди которых Владимир, город на Неве, Ставрополь и другие. Более того, обсуждение заключения договоров о сотрудничестве между вузами в области научно-исследовательской работы уже стало доброй традицией. Кроме этого, на форум гости из-за рубежа приезжают с докладами, затрагивающими важные экономические аспекты. В этом году тематика научных работ и дискуссий активной молодежи была весьма актуальной. Подавляющая часть общения – это деловое общение, потому что темы, секции – это финансовая схема, финансовые проблемы, бухгалтерский учет, контроль, аудит. То есть самые злободневные вопросы, которые на сегодня мы видим. Как прыгают курсы валют, как делаются оранжевые революции и Майдан, как в России сегодня проводятся совещания в связи с огромными финансовыми проблемами. Наши участники все это будут обсуждать. Команда Владимирского университета уже не первый год участвует в научной студенческой зиме. Как пояснила руководитель группы Татьяна Косинец, данное мероприятие позволяет более подробно познакомиться с теми или иными экономическими моделями других стран. В этом году студенты-магистранты приехали в Брест с докладами о совершенствовании бухгалтерского учета и кредитной политики Российской Федерации. С чем сегодня прибыли к нам университет? О чем будете рассказывать? У меня очень болевшая тема. На данный момент идет распространение удаленных каналов обслуживания банков. Именно я буду рассказывать про риски, связанные с мобильным банком. Это такие операционные риски, как кража денег различными способами, либо ошибки персонала, которые часто допускаются. Ну а именно на примере Сбербанка России. Мы верим в своих деток. Я думаю, что они достойны высоких наград, потому что данные ребята – это победители всевозможных конференций и в нашем университете. И практически все получают повышенные стипензии по науке и учебе. То есть они достаточно образованы. Ну и считаю, что для четвертого курса они могут являться и квалифицированными специалистами на будущее. Победители форума определялись отдельно по каждой секции и предметным олимпиадам. Ими были признаны участники, получившие наибольшие оценки в баллах. Тексты докладов на секциях форума, а также лучшие идеи предложения студентов, были включены в сборник материалов и разосланы участникам.